Старые гаражи с неприличными рисунками. Многолетний вид из окна для пациентов Краевой детской клинической больницы номер один. Для детей, которые продолжительное время находятся в учреждении, такая картина за окном совсем не радует глаз. Фонд «Сохрани жизнь» совместно с городскими художниками организовали проект «Творческая терапия». В рамках мероприятия художники превратили старые гаражи в арт-инсталляцию «Полосатые прятки». Детки лежат по нескольку месяцев там, представляете, на лечении. И вот они постоянно смотрят на эти гаражи. К сожалению, ну, менталитет, я не знаю, это менталитет или воспитание, это все зарисовано постоянно какими-то непотребностями. Вечером горят фонари, все прекрасно освещается, и дети просто, ну, как бы, кто-то анатомию изучает на этих рисунках, да, к сожалению, какой-то такой словарный запас увеличивает. Это, конечно, не есть хорошо. Эскиз для арт-инсталляции разработал художник Константин Борисов. «Сначала было немножко не по себе, что и один такой большой проект, и с кучей этих гаражей я такой пришел, ну, ладно, не отчаиваемся. Но когда уже начали, ну, расписал некоторое количество гаражей, уже люди проходят и говорят, вау, как круто». Врачи клинической больницы одобрили идею фонда. Они уверены, что это поможет повысить эмоциональный фонд детей, которые вынуждены находиться в больнице продолжительное время. «Смотрите, дети находятся в отделении очень длительное время, и в это время, когда они находятся на лечении, они не могут выходить гулять, они не могут общаться с родственниками. И, конечно же, длительное пребывание в больнице, дети очень, эмоциональный фон у них снижен. И чтобы их радовало все, мы проводим творческие занятия, конечно, на улицу они смотрят из окна. И когда они смотрят в окно, они хотят видеть радость, они хотят видеть позитив, они хотят видеть то, что жизнь за окном бьет ключом, и они обязательно вернутся в эту полноценную жизнь». Работа над рисунком окончена, и маленькие пациенты уже оценили преображение. Дети и их родители довольны. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.